Уже несколько лет подряд Муром, одним из первых городов в области, начинает отопительный сезон. И в этом году, не дожидаясь предусмотренных законом пяти дней со средней температурой плюс восемь, уже завтра котельные постепенно начнут давать тепло в дома. С прошлой недели мы уже подаем тепло в здание медсанчасти номер два, бывшая медсанчасть ЗИО. И подаем в здание горбольницы, те, которые готовы к приему тепла. Это роддом, это детская больница, это детская поликлиника, это скорая помощь и здание КВД, кожного энергетического диспансера. Остальные здания в больнице пока не готовы к приему тепла. По словам Алексея Загладина, все лето на сетях велись ремонтные работы. Удалось заменить 10,5 километров теплотрассы. Грандиозный ремонт был проведен в котельной поселке фабрики имени Войкова. Установили два новых котла, которые предназначены для системы отопления. Оба эти котла опробованы, прошли пробные пуски. Они готовы к началу топительного сезона. В городе остается порядка 40 домов, которые на данный момент отключены от центральной системы отопления. В них ведутся работы по ремонту системы, установке тепловых счетчиков. В общем же, теплотрассы и котельные готовы к подаче тепла. Всю прошлую неделю мы занимались устранением этих аварийных ситуаций. Но наиболее крупные вопросы, которые у нас проявились в связи с этой опрессовкой, можно сказать, это была утечка в районе улицы Октябрьской около детского садика. Пришлось нам там поменять участок под дорогой. И утечка была достаточно серьезная напротив гостиницы «Русь», рядом с автовокзалом. Там мы тоже работу сейчас закончили, провели уже заполнение системы. И я думаю, как только будет дана команда, мы начнем отопительный сезон. Как и в прошлые годы, свои жалобы и вопросы жители могут задать по горячему телефону по номеру 363-30. Ольга Килешина, Николай Малоденов, Муромский Меридиан.